Привет! Сегодня мы с вами находимся в весьма необычном месте. Здесь добывают черную икру из рыб, как говорят, осетровых пород. Сегодня мы разберемся, что это за осетровые породы и как добывают эту самую икру, какие инструменты нам нужны и, в принципе, что я вам рассказываю. Давайте пойдем посмотрим. Итак, сегодня меня пригласили в одно рыбхозяйство познакомиться с выращиванием вкусняшек и бонусом добыча икры из рыбы семейства осетровых под названием стерлядь. Почему стерлядь? Ведь белуга вроде как считается ценнее, да и все в ней дороже. Все так. Вот только белуга живет ничуть не меньше человека и половой зрелости достигает к моменту, когда хозяину рыбы уже пора на пенсию. Ну правда, вот кому охота ждать 15-20 лет, когда рыба достигнет призывного возраста. Другое дело стерлядь. Урожай можно собирать уже через четыре года. Так что у нас сегодня экскурсия к эконом-варианту осетра. Несмотря на то, что на улице морозно, здесь циркулирует достаточно теплая вода. Ну примерно 10 градусов. Ну вообще для максимального роста и чтобы достигла рыба половой зрелости пораньше, собственно, ее держат примерно при плюсов 17-22 градусах выше нуля, соответственно. Тут и обмен веществ шустрее и пищу охотнее усваивает. В общем одни плюсы. Но когда собственно приходит время нереста, вот тогда плюс 10 оптимальная температура. Итак, как я и обещал, сейчас будем смотреть как добывают черную икру. Ну первым делом необходимо убедиться, что извлеченная из воды рыба не самец. Ибо в этом случае можно и рыбу замучить и цели так и не добиться. Конечно же рыбу сортирует задолго до указанного процесса, но всякое бывает. Ну опытный глаз и опытный палец, добрые руки грубо говоря, вовремя подскажут отдаст ли рыбка икру или не ждать. Вот эти красавицы, кстати, приехали к нам в командировку из Астрахани. Ну как я уже говорил ранее, вот здесь для них созданы неплохие условия для именно нереста. Ну так вот, убедившись, что в руках у нас самка и проверив пальцем ее готовность к процессу, начинается самое интересное. Удалив с поверхности рыбы полотенцем всякую слизь, в ход идет скальпель. И пусть все выглядит крайне жестко, для рыбы процедура, пожалуй, самая безопасная из всех других вариантов добычи икры. Итак, уверенным, но не слишком размашистым движением скальпеля надрезаются яйцеводы. Ну а дальше на сцену неожиданно выходит пинцет и лезет туда, где совершен надрез, чтобы его расширить и помочь стерляде опустошить брюхо. В это время нежными поглаживающими движениями икра подталкивается к выходу и собирается в тазике. Ну можно заметить, что икра у разных рыб может иметь разные оттенки. Кстати, на вкус это вроде как не влияет. Тем не менее, как правило, стараются сортировать по цвету. Но это если пускать в производство лакомства. Для подготовки к доению икры используют разные хитрости. Ну вот, например, инъекции с гормонами, чтобы все пошло более-менее предсказуемо. И чтобы не бегать за каждой рыбой отдельно. Ну, чтобы все происходило коллективно. А вот этот метод немножечко отличается от предыдущего. Здесь используется острый скальпель. Вот. Вот смотри. Вот откуда икра выходит. Вот здесь вот надо надрезать немножко. Вверх, то есть к себе. Да. Вот смотри. Вот так раз. Скальпель поворачивай. Вот. А ты не давлю ничего? Ничего не давишь. А если будешь давить, вот так разрежешь ее. Вот этого и боюсь. Вот видишь, икра пошла. Видал? Прям чуть-чуть. Бодро никогда. Прям чуть-чуть. Это раздойное. Нам просто повезло. Так, а что икра делает дальше? Потом ее обрабатывают и, собственно, на стол. Ну, может процентов 10 на разведение? Но это не точно. Та икра, которая на размножение, попадает в аппарат Вейса. Она уже оплодотворенная и, собственно, здесь происходит всяческого рода разделение. Сперва уходит то, что не выжило. Оно всплывает и отделяется таким образом. Ну, а потом, как начнут вылупляться мальки, их уже определяют в бассейн. Мертвых потом отплавливают тем же пинцетом. Ну, а потом, через 4-5 лет, стерлядь вырастает, созревает и процесс повторяется. Ну, вот мы с вами побывали на ферме по разведению рыб и добыче икры. Что можно сказать в итоге? В итоге рыба вся осталась жива, не пострадала. Впереди у нее долгая рыбья жизнь. Увидели способ, который очень сильно отличается от старого браконьерства способа. Когда рыба погибала, оставалась тушка и икра. В данном случае рыба у нас становится многоразовой. Ну, что ж, за всем я с вами прощаюсь. Всем желаю доброго здравия и приятного аппетита. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok